По всей стране памятники ставятся. Ну и что, памятники это хорошо. Мне нравится памятник Ленину. Почему бы его и не поставить? Опять же такая примета, где памятник Ленина, там значит наша территория. Отмечаем захваченные территории памятника Ленина. Отмечаем захваченные территории, но как компьютерные игрушки. Ставим же флагом. Мы так памятник Ленина поставим. Отличный, по-моему, вариант. Все наши. И Ленин смотрится, ух. Что знают наши дорогие американцы о Владимире Ильиче Ленине? Мы решили спросить их об этом самих. В Сиэтле есть памятник товарищу Ленину? Как он там оказался? Почему у него одна рука в крови? И пора ли его сносить? Нам расскажут простые жители США. Мы опросили 50 американцев. Из них согласились поговорить с нами на видео 19. Салем Жалдас. Сегодня мы поговорим об отношении американцев к Ленину. Большинство американцев, к счастью или к сожалению, не знают, кем был Владимир Ильич Ленин. Знаешь, кто это? Нет, не знаю. Вообще без понятия, да? Да. Ты даже не знаешь, с какой он страны? Нет. Ты знаешь кто-нибудь о Ленине? На самом деле я не так много знаю о том, кто такой Ленин. Как вы думаете, почему люди не читают про Ленина? На самом деле я не знаю. Люди вообще не читают сейчас. Какой-то полный отказ от чтения. Посмотри вокруг, ты в этой библиотеке один. Вам никогда не было любопытно, что там сказано в этом описании? Узнать, кем был этот человек? Обычно я проезжаю мимо, наверное, машине мимо этой статуи. И единственная причина, почему я сейчас иду пешком, это только потому, что здесь стату-салон. Хочу татуировку набить себе. Вы знаете, кто это? Без понятия. Почему тут ему памятник стоит? Вообще без понятия. Как насчет его позы? Вам нравится его поза? Видели его спереди? Да, я не обращал внимания на это. Вас не волнует, что он тут, да? Нет, мне все равно. Я просто жду свой сэндвич. Большинство людей еще до начала съемки предупреждали. Мы не знаем, кто такой Ленин. Мы не знаем, кому этот памятник. Либо говорили, что нам тебе нечего сказать в камеру, поэтому пойдем-ка мы дальше. А тебе удачи. Но те, кто знали, рассказывали много интересного. Начнем с американской белой молодежи. А вы знаете что-нибудь о самом Ленине? Ну, на самом деле не так много. Недостаточно, я бы сказал. Вот про Сталина я знаю больше. А что мне нужно знать о Ленине? А что ты знаешь про Ленина? С какой он стороны? Кажется, он с России. Да, он возглавил небольшую революцию со своей ленинской партией. Вроде так, да? Да, да, большевиков. Точно, большевистская революция. Но в целом... Он, конечно, был плохим парнем. Список убитым им очень велик. Люди умирали из-за этого мужичка. Так же, да? Ну, на самом деле вот что я знаю о Ленине. Ну да, 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 абсолютно правильно. Этот парень маньяк и убил так много людей. Так, подожди, почему тут ему памятник тогда стоит? Там же написано. Прикольная история, как его поставили сюда. А в целом, это просто хорошая арт-инсталляция. Это да, но люди могут пройти мимо и начать гуглить, кто такой Ленин. Узнают, что такое коммунизм. А потом станут ненавидеть наше правительство. Это какая-то инъекция в мозг общества. Ты реально думаешь, что так должно быть? Это же зашибись, какое искусство. Инъекция идей заставляет людей думать, исследовать историю. Замечательная арт-инсталляция по мне. А, кстати, ты еще помянул, что знаешь больше про Сталина. Почему так? Если честно, я играю в виде игры. Сталин был великим руководителем во Второй мировой. Я просто фанатею танка Т-34. Да я и сам со своей степени какой-то танкист. Но если ты меня спросишь о политике с 20-х по 50-х, то я вообще ничего не знаю. Я всегда ценил, что какой-то парень безумной капиталистической манере взял и купил этот памятник на какой-то свалке и привез его в Сиэтл. А кому посвящен памятник-то? Да это же Ленин. Владимир Ленин из Русской революции. Хорошо, а что он сделал? Чем он знаменит? В целом, он изменил курс мировой истории. Руководителем России он был. А как он изменил мир? Он хотел начать революцию, убрать слово короля, царя. И он начал революцию. За коммунизм! За коммунизм! Окей, а как он повлиял на западный мир? Нет, так неправильно говорить. Он, конечно, повлиял, но он был врагом Запада. Коммунизм еще с него взять. Я вообще немного про это все знаю. Знаешь, американцы вообще должны ненавидеть коммунизм. Хорошо, американцы ненавидят коммунизм. Тогда какого черта здесь делают это памятник? Фреймант странный город. Тут статуи Ленина, там ракета, дальше еще тролль. Фреймант был создан для иронии, поэтому его идея. И ты одобряешь, что здесь памятник Ленина? Два больших пальца вверх. Но почему? Забавно, как люди останавливаются. Вот, например, с вами я общаюсь об этом здесь сейчас. Классно, что каждый останавливается возле памятника и спрашивает, что же это тут делает памятник Ленину? В этом вся суть, останавливаться и задумываться. Останавливаешься такой, наслаждаешься солнышком и странностью происходящего. Это клево. Хорошо, хорошо, а ты не думал, что люди станут коммунистами из-за этого памятника? Мы все станем рано или поздно коммунистами. Каждый раз я прохожу мимо этого памятника и думаю, как же я ненавижу капитализм. Просто терпеть не могу эту регрессивную систему. Потом задумываюсь, одет ли я в красное. А я не одет, так как я не могу быть коммунистом без красного. Это ужасно. Так что памятник меня сводит просто с ума, потому что он сначала заставляет меня ненавидеть капитализм, а потом любить, потому что мне надо купить красную краску и одежду, чтобы бороться с капитализмом. Как тебе памятник? По-моему, офигительный. Нравится его красная рука. Я без понятия, почему она красная, но выглядит классно. Без понятия? Ага. Да, я знаю, кто это. Это Ленин. Памятник был здесь всегда. Некоторые люди думают, что памятник развлечивает Ленина. На самом деле, сам создатель памятника показывает Ленина с кровью на руках. Если я не ошибаюсь, то сам памятник выставлен сейчас на продажу. Это вообще не точно. Серьезно? Да. Вот, кстати, я бы не сказал, что памятник делит общество, но многое в нем открыто для свободных интерпретаций. Интересно, интересно. А о самом Ленине что думаешь? Ну, я не его фанат, это точно. Я не коммунист, не социалист. Независимо от его намерений, его философия привела к гибели миллионов людей. Ну, подожди, у него же были некоторые реформы, которые проходили в Советской России, которые затем применялись и в Западной мире. Например, тот же оплачиваемый отпуск, декретный отпуск, страховка для рабочих. И все это вели в СССР. И Запад, по сути, заставили вводить подобные же блага. Может, поэтому ему тут памятник стоит? Ну, думаю, не поэтому. Если мы говорим конкретно про этот памятник. Я не говорю, что эти реформы были плохими или хорошими. Я, по крайней мере, не видел ни одного доказательства, что памятник здесь из-за реформ Ленина. Может, надо его снести? Или оставить? Ну, она как бы на частной территории, поэтому ты не уберешь. Но у тебя же есть личное мнение. Да, да. Если бы я владел этим памятником, то я был бы против показывать его с кровью на руках. Но если бы мне предложили купить эту статую, то я бы точно отказался. Да, конечно, это дедушка Ленин. Дедушка Ленин. Дедушка Ленин. Владимир Ильич Ленин. О, так можно на русском? Я могу говорить, что так на русском. Я там родился, но переехал сюда, когда мне было семь. Я по-русски только с акцентом. Хорошо. Дедушка Ленин. Что вы о нем знаете? Я родился в России, и когда я ходил в школу, был коммунизм. И нас заставляли учить, кто такой Ленин. Внушали идеи, я бы сказал. А вы думаете, памятник тут должен быть? Знаете... Хороший вопрос. Для развлекательных целей? Да. Для того, чтобы символизировать его идеи, не надо. Да, но люди начнут гуглить, кем был Ленин, начнут читать его книжки. Это наносит вред нашему обществу. Я не думаю, что нужно запрещать книги. Что хотят люди, пусть то и читают, и делают свои выводы. Конечно, люди должны быть открыты к обеим сторонам вопроса. Не только навязанную коммунизмом идею, кем был Ленин, но и что другие думают про Ленина. Откуда же там взялся памятник Ленину? К моему удивлению, лучше всего эту историю изложил... Я знаю, как он сюда попал. Давай, расскажи. Когда в Польше сносили памятники Ленину, тут жил какой-то мужчина из Польши, он решил купить себе этот памятник, и он заложил свой дом, чтобы этот памятник привезли именно в Сиэтл. И пока памятник плыл, он умер. И его семья, когда заходила в наследство, им сказали, что дом заложен, но у них есть памятник, и они не знали, куда его деть, они хотели его утопить в море, но правительство США им не дало, и его поставили здесь. Ну, это же дорогое место, они заплатили большие бабки, чтобы он здесь стоял. Ну, иногда он стоит в бюстгальтере, иногда он делает... Нет, это я знаю, да. Изначально почему-то его поставили сюда. Не знаю именно почему сюда, но я знаю то, что его закупал мужчина, и его семья отдала ему. Хорошо. Потому что его не благодаря его, а с ним что делать? А как ты его оцениваешь вообще? Через две недели у него день рождения, вот 151 год. Ну, а теперь я узнал, что у него день рождения. Нормально, пусть стоит. Серьезно? Ну, он же столько крови вообще в этот мир принес. Миллионы истребил. Ну, это же памятник, это же не человек. Да, но все равно стоит ли... Он был вождем в этом союзе. Не знаю. Прикол, да, это просто по приколу. Кто прилетает сюда с России, с Украины, все идут сюда смотреть на него. Интересно, интересно, да. То есть ты на то, чтобы он здесь оставался, стоял как часть истории, да? Выходцев из бывшего союза оказалось довольно много. Я их буду считать американцами, так как они все уже проживают много лет в США, являются частью американского общества, платят налоги, трудятся здесь, работают. Почему же у памятника рука в крови? Признаться, я думал, это инициатива от штата или государства. Дескать, Ленина мы сохраним, но рука у него будет всегда в крови. Оказалось, что это инициатива отдельного гражданина, который хулиганит таким образом. Когда я приехал в США 10 лет назад, кстати, памятник выглядел вполне себе прилично. Вообще, я тут работаю уже 6-7 месяцев и регулярно вижу, как рабочие приезжают сюда и отмывают памятник. А потом появляется какой-то парень и опрыскивает памятник красной краской и окунает его руку в ведро с краской. Бардак устраивает. Короче, какой-то парень старается замарать лицо мистера Ленина. Пытается показать, что у Ленина есть кровная рука. И его еще никто не поймал, и мы не знаем, когда он это творит. Нет, но я регулярно вижу парней, которые приходят стирать руку, а через пару дней она снова в крови. Подожди, не понял. А памятники заботятся город, государство или частники? Я не знаю, я просто вижу команду ребят, Они не одеты во что-то примечательное. Приходят и отмывают. Кстати, оцените наш приятный разговор с этим мужчиной из Таджикистана. Я прям почувствовал этот центрально-азиатский вайб. Чем-то прям родным повеяло. Интересно. Хочется сфотографировать и поставить вайберы. Вайберы? На аватарку? Да. Чтобы без Таджикистана посмотрел, что тут Ленин есть. А Саби-то вы одобряете? Вроде Ленин столько кредит принял с миром, репрессии, кровавая революция. Это история. Нам всем нужно знать об истории, чтобы для изучения. Для изучения? А и американцы должны знать. Да, да, тоже, да. А как вы сами оцениваете, Ленин больше положительного сделал или отрицательного? Как бы 50 на 50. По положительному тоже, потому что как бы из-за него революция прошла. И без революции как бы не было freedom, по-моему. А в Таджикистане люди стали лучше жить после революции? Да, да, конечно. А после того, как Советский Союз распался, тоже лучше жить? Да. Ну, в Советском Союзе нормально было, больше нормально, чем сейчас. Пожалуй, единственной яростной антикоммунисткой, последовательной, оказалась полячка. У нас были монументы Ленина во многих-многих местах. И когда коммунисты провалились, памятники исчезли. Походу, переехали в США. Да, это как смотреть. Если памятник честный у человека, то его здесь не должно быть. Но Фримонт — особенный район. И если что-то не вписывается никуда, то это идет во Фримонт. А может, памятник расскажет людям, кем был Ленин на самом деле? А кем был Ленин для вас? Какую роль он сыграл, хорошую или плохую? По мне, так это точно отрицательную роль сыграл. Потому что он коммунист, а я знаю историю коммунизма. И что это была за система. И когда я слышу в этой стране про социализм и коммунизм, я хочу сказать, народ, вы не понимаете, о чем вы говорите. Возьмите, съездите туда, поживите при таком режиме. Тогда узнаете. Но знаете, когда Ленин пришел к власти, он вел несколько новшеств, при этом на государственном уровне. Например, 8-часовой рабочий день, декретный отпуск, страхование рабочего. И когда он это сделал в СССР, другим странам пришлось последовать советскому примеру. Западу пришлось менять свою систему, знаете. В каких-то странах даже бесплатное здравоохранение ввели, но не в США, конечно. Европа полностью изменилась. Знаете, это все отлично выглядит на бумаге, но в жизни нет. Это плохо работает. Может быть, там был 8-часовой рабочий день, это правда. Люди работали по полдня по субботам, но у людей абсолютно ничего не было, потому что правительство владело каждым предприятием. Так что забудьте о маленьких магазинчиках, забудьте о бонзоне, не будет этого. Но Amazon сам стал таким не таким государством. Вам не кажется? Amazon сейчас все контролирует. Конечно, вы можете открыть сайт, чтобы продавать книжки. Кино Амазон вас просто задавит. Да, но с другой стороны, если ты думаешь, что сам продавать не можешь, то просто продавай книжки на Амазоне. Да, но тогда вы становитесь частью Амазона. Особенно во время пандемии все магазины закрыты. Я не всегда покупаю на Амазоне. Но если магазин говорит, что надо ждать неделю, а вещь уже есть на Амазоне, то лучше уж на Амазоне купить. Так что Амазон не такой уж плохой. Сейчас, кстати, Амазон переедет в Бельвью, а Сиэтл прекратит ныть. Да, да, да. Возможность открыть книжный магазин намного важнее, чем оплачиваем отпуск и бесплатная медицина. Так получилось, что между опросом полячки и таджика мы задали вопрос российской эмигрантки из соседнего городка. И как вы к этому относитесь, что здесь в Америке, в либеральном городе стоит память Ленина? Нормально мы относимся, мне только не нравится, что у него руки вот в красном... Ну тут показывают, что он истребил... Да, истребил миллионы людей лично. Мне кажется, это тоже часть истории, но почему нет? Почему нет? А как вы сами оцениваете Ленина? Ленина. Положительно, отрицательно, там... Больше хорошего сделал или больше плохого? Наверное, отрицательно, скорее отрицательно, чем положительно. Что его отрицательность, в чем его отрицательность? Ну, наверное, для Советского Союза был не очень хороший период, который начался после него, 80 лет. 80 лет? Лет, да, вот это вот социализм и коммунизм. Почему там бесплатное образование, бесплатная медицина? Ну да, какой ценой? Вот мы как раз ехали, обсуждали, какую цену только это все досталось. Миллионы? Жертв и экономика была отброшена назад. И, в общем, то, что мы имеем сейчас в России, как раз... Советский Союз же был супердержавой номер два в мире, да? За счет чего? За счет холодного оружия только? Да нет. Не только холодного, вообще за счет оружия. Потребление мяса, скажем, у нас было такое же, как и в США. И, да, несколько лет превышало даже. Ну вот так мы считаем. Да, вы хотите поспорить? Мне просто интересно ваше мнение. Просто одни говорят так, другие говорят так, и мы сами не ответили. Понимаете, любой период общественный, он имеет свои плюсы и минусы, безусловно. Что-то сделано было, безусловно, и хорошего, и много было, и плохого, и последствия, соответственно, и хорошие, и плохие. Поэтому всегда есть какой-то элемент исторического, вот знаете, такой справедливости. Ну вот то, что сам памятник здесь... То, что он здесь... Меня удивило это, я что-то слышала про это, но вот я... Первый раз мы приехали в Сиэтл на такую игру «Бегущий город», называется, мы сами из Портленда. И мы вот проходили мимо этого памятника, да, меня это удивило, само наличие здесь Ленина, да. Ну вы слышали же, что это побережье, оно такое левацкое, знаете, здесь вот автономия была, Сиэтловская, тут всякие эти протесты, коммунистические партии, социалистические партии. Я не буду в этом участвовать, и призывать никого не буду. Ну окей, окей. Правый француз, кстати, высказал очень взвешенное мнение. Знаете, кто это? Это Ленин. А чем он знаменит? Если американцы что-то ненавидят, то это коммунизм. Ленин работал над социалистическим движением России. Вы думаете, он положительную роль сыграл в истории? Я думаю, он точно сыграл свою роль в истории. Не знаю, положительную или отрицательную. А что французы думают про Ленин? Это сильно зависит от того, на какой стороне политического спектра вы себя видите. Есть левые, есть правые. А вы? Ну на самом деле я больше правой. И вы одобряете, что здесь стоит такой памятник? Да, думаю, да. Это историческая фигура, и он заслуживает своё место. Ну вот вам несколько невнятных товарищей. Мы не так много знаем про Ленина на самом деле. Но, по крайней мере, вы знаете, кем он был, да? Да, один из руководителей России, так? Во время Второй мировой войны, да? Да, да, типа того. Ну это и всё, что мы знаем. А вы откуда будете? Да, мы из Сиэтла, мы тут живём. А так, в общем, мы из Пакистана. Хорошо, хорошо. Вас там в школах учат, кем был Ленин? Да, нам рассказывают, чем был коммунизм на уроках истории. Интересно, но Ленин же был коммунистом, а мы живём в свободной стране. Почему он тут? Да, там пишут, что памятник вызвал много противоречий. А ваше мнение какое личное? Убрать его или оставить? Я думаю, что надо убрать, ибо памятник внушает вещи, в которые мы не верим. Но одновременно это история. Знаете, кто это? Я думаю, это Ленин. И что он сделал? Ну, он был что-то за Кама... Камакризис, что-то типа в этом роде. С моей перспективы, это немного по-другому, чем большинство американцев думают. Американцы, я... Блин, не уверен. Вот что я думаю, да. А у американцев своя теория, да. Но я не увлекаюсь историей. Я думаю, что Америка имеет другую теорию. А вы откуда? Я из Китая. Но китайцы должны знать Ленина, потому что Мао последователь Ленина. Эм, а... Ну, блин, ну, по крайней мере, для меня. Я ничей последователь. Но я знаю много людей... Вот мои родители точно, да. У них, наверное, было за кем следовать. Но твое поколение нет. Некому следовать. Мне очень понравилось мнение этого парня. Тут стоит памятник Ленину. Вы знаете, кем он был? Да, знаю. И кем он был? Ну, смотри. В общем понимании, он был одним из руководителей коммунистического движения в России. А должен ли этот монумент быть здесь? Мне кажется, нормально, да. Если честно, его неплохо наряжают на праздниках. Подожди, но этот парень лично убил миллионы людей, и почему этот памятник должен быть здесь? Знаете, если общество так решило, значит оно так решило. А вы не боитесь, что они начнут следовать идеям коммунизма-социализма? Начнут менять систему, уберут правительство, скажем? Я думаю, что общество само решает систему управления. Если оно решит, что коммунизм это хорошо, то нужно его воплощать в жизнь. Вот такие дела, товарищи. Сразу скажу, мнение это не всех американцев, а только в отдельно взятом штате. И даже в отдельно взятом богемном районе. Люди были там достаточно интеллигентные, интересные. Я уверен, что если бы я опрашивал в какой-нибудь Алабаме, Висконсине или на Гавайях, то знающих, кто такой Владимир Ильич Ленин, было бы в разы меньше. Ну что ж, с днем рождения, товарищ! Сиэтл тебя помнит!